Башня с часами-туннели в Мекке. Знамение появления Махдей. Сейчас на экранах мы видим город Мекку и самую высокую в мире башню с часами. Это что-то необычное. Попозже вы узнаете невероятную истину. В Мекке свершилось одно из знамений появления Махдей, о котором 1400 лет назад сообщил нам наш пророк Саллаху Алимия Саи. Когда в горах Мекке будут проходы, живые здания достигнут гордых вершин, тень часов будет падать на верующих. Тогда настанет час. Теперь смотрите внимательно. Когда в горах Мекке будут проходы На данный момент из прослеживаемых нами кадров мы узнаем, что выражение из хадиса, когда в горах Мекке будут проходы, указывает на построение туннелей. В другом хадисе это событие описывается более подробно, когда увидите чрево Мекке открытым и в нем дороги, текущие словно реки. В хадисе конкретно описывается, что в чреве Мекке откроют дорогу через туннели, то есть проделываются проходы в горах с помощью туннельных путей, и автомобили, как текущие реки, проходят через эти пути. Жилые здания превозносятся над горными вершинами. По изменениям ландшафта Мекки мы можем видеть, как в последние годы возвышающиеся небоскребы Мекки своей высотой превышают горы. Когда тень часов будет падать на верующих, тогда настанет час. Посланник Аллаха под словом «Будьте предельно внимательны» подчеркивает значимость особого момента. Когда тень часов будет падать на вас, тогда будьте предельно внимательны. Настал час появления махдин. Можно увидеть, как тень самой высокой в мире башни с часами в Мекке падает на верующих мусульман. Строительство и открытие башни с часами являлся многообсуждаемой темой и привлекало внимание всего мира. Все события, сообщаемые нам 1400 лет назад в хадисе, свершились по отдельности, и это является большим чудом. Вершение на данный момент событий, высказанных пророком саллаху алейхи салям, 1400 лет назад, является знамением нашего присутствия в эпоху Махди алейхи салам. Продолжение следует...